Ссылки на предысторию находятся в описании к этому ролику, в общем-то все зрители моего канала прекрасно знают эту историю со свастиками и с нацистом, которого решили привезти в Европарламент, а также фотографии, с которыми решили выставить в Европарламенте. Итак, встречайте, впервые в истории в Европарламенте выставлены свастики. В данный момент у журналистов, европейского журналиста, который это снял, уже проблемы. И украинская делегация рассказывает, что это все российская пропаганда и мы работаем на российскую пропаганду. Я не могу понять, каким образом работа идет на российскую пропаганду и я что ли привез эти свастики в Европарламент. Возможно я подговорил этого нациста набить свастики и в таком образе сфотографироваться для журнала Viva, а потом отправиться в Европу. Ну, возможно я подговорил руководство канала 1плюс1 привезти этот проект с нацистом в Европу и выставить фотографии свастики в Европарламенте. Может быть и так, но тогда стоит начинать с них, а не с нас. Сейчас, в данный момент, украинская делегация будет пытаться все спустить на тормозах, но хватит, хватит. Уже чаша терпения переполнена. Если у людей хватило ума привезти свастику и выставить в таком уважаемом заведении, как Европарламент, это значит, что люди абсолютно потеряли ощущение реальности. Мы будем продолжать следить за ситуацией и обязательно все покажем.